Приветствую вас всех, друзья! Сегодня я хочу вам рассказать об интересной такой идее, за которую, между прочим, можно деньги даже брать. Суть заключается вот в чем. Вот есть, например, у вас сайт. Речь сейчас пойдет именно о раскрутке сайта. Идея проста, на самом деле. Вот у вас есть сайт или блог, или интернет-магазин. На самом деле не важно что. И почему нет посетителей в вашем интернет-магазине? Точнее, почему они не приходят обычно в ваш интернет-магазин? А все просто. Просто, допустим, давайте разберем на примере блога. Вот заходим мы на блог. Кого-нибудь, ну пусть даже мой блог в данный момент. Здесь там написано блог. Такой-то, да. Тут имеется колонка, например, каких-нибудь там статей, там что-нибудь, баннеры какие-нибудь здесь. Здесь там предыдущие статьи. И тут просто сами непосредственно статьи. Человек приходит, допустим, сегодня на этот сайт, видит здесь какой-то список небольших статей. Да, у многих, кстати, есть такая штука, что вот здесь настроена такая вещь. Да, вот в самом низу написано предыдущие статьи. Вот, вот здесь внизу, да. У кого-то стоит плагин, где нарисовано там 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть на предыдущие страницы перейти. Ну, так скажу, вот эта вещь, она работает плохо. Вот. Суть в следующем. Человек приходит, видит, что вот такие-то статьи. Почитал, ну, все интересно. Заходит в другой день, а здесь опять то же самое. В третий день опять то же самое. И тем самым, соответственно, больше он не заходит на этот сайт. Что я хочу вам предложить в альтернативу? Да, вот как это исправить? А все очень просто. Давайте я вот это вот сотру. Нужно организовать следующим образом. Будь то блог, будь то интернет-магазин, да. Вот. Как сделать наш блог посещаемым именно? Чтобы к нам пришел трафик не только повторных посетителей, а еще и стали посетители приходить из поисковых систем. Потому что если будут постоянные изменения идти на сайте, соответственно, поисковые системы, они будут постоянно проверять наш сайт, да, на изменяемость, да. То есть поменялся ли наш сайт. Если сайт быстро меняется, то постоянно будет, как бы, как вам объяснить. То есть если все время здесь новое что-то на главной странице будет происходить, то, соответственно, посещаемость увеличится. Как этого достичь? Я в данном видео не говорю именно, как это сделать. Я просто хочу дать вам саму идею для размышления. Вот. Идея в следующем. То есть мы что делаем? Мы размещаем вот здесь вот такие, вот таким образом наши статьи. Допустим, вот так, вот так, вот так, вот так. Там как-нибудь еще какие-нибудь большие, да, вот блоки со статьями. И здесь вот, допустим, основная статья идет, да, которая вот прямо сейчас. Смысл вот в чем. Вот эти статьи, они просто должны ротироваться. То есть каждый раз, когда, в идеале, каждый раз, когда человек заходит, вот здесь что-то новое. И не важно, что вы написали эту статью месяц назад, эту статью неделю назад, эту статью один год назад. Понимаете? Смысл в чем? Человек видит в каждый раз что-то новое. Здесь что-то новое происходит, и, соответственно, посещаемость увеличивается. Вот эта статья, она тоже постоянно меняется. Вот. Лучше всего, чтобы это менялось либо каждый день, либо при каждом заходе посетителя. Если брать блок, то есть некоторые такие плагины, да, для ротации. Да, вот давайте я напишу вот это слово. Так, по-русски напишу все-таки. Ротация, то бишь это постоянное, как сказать, изменение вот на этих статей, да, ротация. То есть меняются просто эти статьи все время. Вот. Идея, собственно, вот в этом. То есть меняя каждый раз статьи, за вас это делает плагин, то есть чтобы не выкладывать каждый день статьи, да, соответственно, ваш сайт все время меняется. Кстати, можно еще, вот если касаемо блога, можно сделать, выкладывать статьи не просто, вот допустим, вы написали несколько статей, да, и вы взяли и выложили их за раз на блог. Вот. Что, так делать лучше, так, короче, лучше не делать. Лучше сделать следующим образом. Там есть просто запланировать. Планировать. Допустим, планируете, что вы написали 10 статей на блог, да, и, допустим, первая статья выходит сегодня, и там планируете. Вторая статья выходит послезавтра, и так там расписываете просто 10 вот этих статей на, допустим, 10 дней. И ежедневно они просто выходят, выходят, выходят сами на блог. И плюс скрипт ротации, и все. То же самое по интернет-магазинам. Если вы, если к вам человек зашел, да, в этот, в интернет-магазин, а интернет-магазин, он, кстати, вообще он растет из блога, по сути. Ну вот, ноги растут у интернет-магазина из блога. Он очень схож с этим, да, с блогом. Только здесь не статьи возможно. Кстати, статьи тоже очень хорошо писать именно в интернет-магазине. Тоже дополнительная посещаемость. Есть вот ваши товары, да. Товары должны все время перемешиваться. То есть все время они должны меняться. Вот на этой странице, на главной, да, вот интернет-магазина. Они должны меняться и, соответственно, в перемешку со статьями. Если вы пишете еще и статьи на свой, в своем интернет-магазине, то есть в описаниях товаров, да, то к вам, хочешь не хочешь, будет приходить трафик из поисковых систем. Итак, вот, собственно, вот такая вот моя идея. Применяйте, и у вас посещаемость сайта однозначно увеличится. С вами был Дроза Александр. Всем пока!